А галерея АЯ предлагает курянам не только разнообразить досуг, но и сделать доброе дело. Яркие краски мирного неба. Очередная выставка детских рисунков в этот раз окрашена недетскими воспоминаниями. Ведь авторы приехали в наш город с Украины, спасаясь от войны. В каких красках юным художникам представляется будущее? В сюжете моей коллеги Ангелина Рязанцевой. На солнышке греется мультяшный лев, а рядом девушка в патриотичном триколоре. Так похожим на российский, но нет, это цвета Луганска, где теперь уже нет того дома, где выросла Вероника. Да и вообще мало что напоминает о прошлой, довоенной жизни. И все-таки будущее рисуется девушке в ярких красках. Я как бы отучилась в один курс, шла на красный диплом на парикмахера, но как бы не судьба. Я буду здесь заново поступать. А сестра Вероники Любава приехала в Курск с неоконченным художественным образованием. Так что кисть в руках держать привыкла. Она придумала афишу и помогла организовать выставку. Они так радовались, когда принесли карандаши, альбомы. Мы им дали свободную тему. Кто рисовал цветы, кто рисовал дома, кто рисовал танки. Любую работу, представленную на выставке, можно купить и тем самым оказать помощь беженцам. Среди художников есть и совсем малыши. Богданчику чуть больше года и краски попали в эти крохотные ладошки впервые. Покажи, как ты ладошками рисовала. Мирное небо. Такое разное в представлении этих ребят. Танки стреляют цветами, пожарная лестница тянется к радуге, а чебурашка готовится строить дом. Очень многому можно научиться, особенно непосредственно детскому восприятию, не за что полонному. Тем более детей, находящихся в такой ситуации. Прикоснуться к наивному и непосредственному мирному небу. И за небольшую плату унести его кусочек с собой. Куряне смогут до 8 августа. Ангелина Рязанцева, Сергей Дорохов, Телеканал СЕЙМ.